День москвича начинается с унылого запуска Вот мы здесь аккумулятор поставили Бери подсос Что-то воды нет Да, я ее не вижу Зато запускается все нормально Кто же делал-то, е-мое О, пошла водичка, появилась Зима вылетают Все-таки техника есть У нас идет ритуал разборки Забора, чтобы вытащить крокодила Далее для того, чтобы москвича отвезти на День москвича Ну и в общем на нем там прокатиться У нас тормозов здесь нет Ну то есть они кое-какие были Ну в общем по факту их нет Мы хотим поставить сюда пару тормозных цилиндров Вот, ну для этого надо разобрать соответственно барабаны Значит кстати здесь была вот такая вот секретка Я ее газовым ключом открутил Барабан держится на двух вот таких вот болтах со шлицами С головкой в потай Значит, ну иногда они откручиваются рукой Но это бывает редко Иногда нет Для того, чтобы их открутить У меня есть вот такое вот чудесное приспособление Это ударная отвертка от Ликоты От наших друзей и спонсоров Гараж Тулс Вот Ликота Вот, все ссылки в описании Товар реально годный И здесь вот есть такие шлицы Надо брать тот, который побольше Шлицевой То есть сюда ставишь Сейчас я проверяю То есть вот он Откручивать Так, ну и соответственно Наш Ликотовский наборчик Который мы уже разобрали тут Кучу всего Разобрали, починили, собрали Ну вот сюда это дело ставишь И так Сейчас мы пробуем это показать О! Легко все Откручивается Ну, надо отдать должное Эти болты открутились довольно легко Можно сказать, что мне повезло Но вообще, то есть Если нет ударной отвертки Это сделать можно Но это в общем дополнительные заботы Они иногда закисают Иногда даже ударные не помогают Вот эти шлицы тут Разбивают, разъедают Вот, так что Хороший инструмент Залог успеха Все ссылки в описании Ну и собственно наш барабаний Ну, кстати, то, что Он вот так вот легко снимается Это Ну, это просто слепая удача И Система Тормозов Колодки, они правда Слегка подпиленные Особенно это То есть я так понимаю Нам тут надо Не только Цилиндр поменять Но еще и желательно Колодки Хотя цилиндр с виду Такой Довольно-таки Неплохой Только резинки все задубели И скорее всего Он сам Заклинил нахрен Но Вроде бы Чего-то там Ну, помимо тормозов Задних У нас есть еще одна проблема Ну, здесь вот я снял Колпачок И хочу заметить, что Ну, то есть Надо отрегулировать Вывести люфт В подшипнике Здесь очень большой люфт С той стороны тоже есть Но Там поменьше Его тоже надо Подрегулировать И тут смазка Тут прям какой-то Ну, в общем Вазелин Не вазелин Вот Здесь, короче Что-то такое, короче Тут Подшипник Я его вытащил Он, в принципе Нормальный Он чуть-чуть тут Подржавел Местами Ну, это абсолютно Неплохо Это, в общем-то Нормально для подшипника Так Надо бы сюда Уже смазки заложить Раз я его Я уже ничего снимать Здесь, ну, колесо Не буду Но Мы будем закладывать Вот такой смазки Сюда Как раз Подшипник побитый Старый, ржавый Я думаю Ему Должно помочь Универсал М Это сразу смазка Готовая С триботехническим Составом Супротек Вот на ваших глазах Опа Есть Вот Ну, тоже сверх Много Смазки не надо То есть Я туда Вот так вот Его туда Давишь Ну и вот Собственно Все, что нужно Вот Оно туда В общем-то Зайдет Этого вполне Должно быть Достаточно Так Но это еще Не все Конечно Тут система Регулировки Шикарная И Феерическая В каких-то Местах Тут есть шайба Тут проточенная Как канавка Здесь Стопорный язычок То есть Вот Чтобы от подшипника Не передавался Крутящий момент На гайку Соответственно Гайка И Все это Дело Шплинтуется На ваших Глазах Все Дело Подкручиваем Регулировать Естественно О Я поджимаю Его Люфта Здесь нету Но Это плохо То есть Люфт Маленький Рабочий Люфтец Здесь Должен Обязательно Таки Ну вот Он Тяжело Вращается Ну Наверное Вот так Я и оставлю Он крутится Довольно Легко Какого-то Ну Хотя Нет Лучше Враг Хорошего Пусть Будет Лучше Здесь Небольшой Люфтец Но Чтобы Он Не Рассыпался Потому Что Когда Он Нагреется Там Перегреется Что-то С ним Случится Он Рассыпется Ну Поверьте Это Не Надо Отверстий Под Шплинт Что-то Я Не Наблюдаю Или Есть А Нет О Вот Шикарно Здесь Просто Смазка Была Забита Я Не Заметил Косяк Вот Шикарно Все Маленький Люфтец Ну И Собственно Так Я Его Здесь И Сейчас Законтрим Это Дело Где Моя Прям Даже Бросить То Особо Ничего Никуда Нельзя Вот Он Шплинтик О Лоскогубцами Надо Все Забить Так Ну И Финал Конечно Мы Возьмем Сюда Смазки Оп Я ее Порвал Случайно Ну Ладно Не страшно Ну Я до этого Там Настырил Так Вот Так Вот И вот Туда О А А ну Ка О Ну Гудит Он Естественно Стоять Все Ну Теперь То же Самое Люфта Люфтец Маленький Рабочий Теперь То же Самое Делаем С той Стороны А вот С этой Стороны Тут Какая-то Другая Смазка Была Что-то Оно Жидкое Вон Покапало Аж Сюда И Вот Она Здесь Я Тут Вот Крышечку Протер А так Все Оно Жидкое Вот Меньше Оно Люфтело Но Смазка Какая-то Очень Ну И сюда Мы тоже Задавим Супротека Немножко Сейчас Мы туда Попробуем Его Впихать Невпихуемое Да Побольше Мы же Как бы Кашу Маслом Не Испортим Я надеюсь Ну Короче У нас Тюбик Универсала Ушел На Передние Ступичные Подшипники На Москвич Слушай Сейчас мы Проверим Это Большой Люфтец А вот Это О Я думаю Вот так Вот О То что Нужно Отлично Так Ну Я здесь Его зашпинтовал Сори Не подсвечиваю Руки Грязные Маленький Люфтец Есть Сейчас Я сюда Забью Сразу Колпачок Чтобы Масло Нигде Не улетело Так О Отлично Там Того Той смазки Что я Вовнутрь Напихал Минимально Должно Ухватить Более Менее И еще Здесь Собственно Момент Истины Слушаем Но Это Конечно Намного Меньше Шумит Но Оно И до Этого Было Более Менее Состояние Все Кстати Вот Она Наша Гарвиновская Garage Tools Помывательная Штуковина Для Рук Но Я так Сейчас Чисто Сбить Самую Самую Грязь Так Как еще Работать Там И Работать Ну Вот То есть Буквально Самую Самую Грязь Я Сбиваю О Так же Чтобы Было Все Более Менее Нормально То есть Задние Цилиндры Допустим Мы Поставим Новые Хотя Мы Сейчас Посмотрели Они Вроде Были Двигаются И Не Текут Сейчас Попробуем Прокачать Но Главный Цилиндр Однозначно Надо Поставить Новый Потому Что Этот Сто Процентов Закончится Так Мы Вот Взяли Соответственно Это Сцепление С Газели Соболя Так Вот Он Родной Они В принципе Одинаковые То есть Тут На него Только Две Трубки Мы Только Один Задний Контур Подключим Сюда Вот Но Интересное Здесь Пожалуй Не Это Лично У меня Вызывает Интерес Это Педальный Узел Вот Они Две Пружины Такие Зацепленные Идут Сюда Одна На Сцепление Вторая На Тормоз Ну Короче Все Очень Очень Просто В общем Тормозной Цилиндр Если Быть Более Детальным Вот Он Неудивительно Почему Главный Не Работал А Я Еще Думал Его Не Менять Кирюх Давай Поменяем Давай Поменяем Мне Почему То После Этого Стала Такая Мысль Появилась Что Возможно Задние Цилиндры Не Сильно В Как бы Они Работают Что Это Такое Ну Это Манжеты Остатки Ну Они До Этого Как-то Работали Наверное Все Надежно Там Как бы Чего Да Там Все Нормально Ничего Страшного Нет Угу Да Я думаю Еще Поход Итак Собственно Идея Какая Вот Он Задний Моз Шланг Тормозные Цилиндры Так Ну Теоретически Может быть Их И не Придется Менять Трубка Вот Она Идет Трубка Мы Хотели Оставить Один Задний Контор Цилиндр Я Поменял Тормозной Мы От Газели Поставили Но Это Не Соль Важно Но Какая Проблема От Цилиндра Идет На Правое Колесо А Вторая Идет На Задний Контор И На Левое Колесо То есть Вот Он Тройник И Одна Вот Она Трубка Вот Она И Пошла Сюда То есть Для того Чтобы Ну и Дальше На задний Контор То есть Для того Чтобы Задний Контур У нас Один Единственный Работ Ладно На эту Трубу Открутить И Здесь Сделать Заглушку Вот Но Ну то есть Юмор то в чем Если так Оставить Неизвестно Что с передком Он скорее всего Ничерта не держит И у нас Тормозов все равно Не будет Также у нас Здесь Рессора Немножко Одна Подломилась Один Полос Из-за этого Его могло Немножко Подкренивать И возможно Она подломилась Из-за того Что амортизатор Плохо Работает Ну в общем Вот кусок Трубки Как сделать так Чтобы Заглушить Там Ненужный Канал Да все Очень просто Нужен Молоток Воображение Дедушка Правда Сейчас Не видит Этого Этого Ремонта Он будет Очень Недоволен Потому что Он так Делать Не привык Ну в общем Суть Технологии Простая Нужно Ее Склепать При этом Хочу заметить Что Ну сейчас Я покажу То есть Раз Ну и дальше Его Загибаем Это Чисто Ремонт В стиле Унылой Команды То есть Так Ремонтировать Ничего Нельзя И уж Тем более Тормоза Но У нас Особо Выбора Нету Точнее У меня Я один На хозяйстве Поэтому Немножко Рацухи От себя Любимого Я могу Внести Тут Как бы Ничего Нету Плохого Ну и Соответственно Надо Это все Дело Ну Желательно Заклепать Сейчас мы Еще Подогнем И все И это Будут Вечные Тормоза Они Будут Вечно Тормозить Все Главное Не сильно Переусердствовать И никогда В жизни Здесь у вас Ничего Не потечет Ну По крайней мере Не Должно Ну В общем Как всегда Дерьмо Случается Прокачал я Тормоза В одно Рыло Ну Я то умею Я то Великий И ужасный Вот она Трубочка Жидкость Все То есть Все Зашибись При этом Несмотря на то Что там Колодки Изношенные Все Оно там Пожеванное Ход у педали Был Ну реально Где то Вот такой То есть Там даже До 100 Миллиметров Не доходило Ну так Переднего Контура Нет То есть Считай Это Наполовину Меньше Все Офигенно Я уже думал Выехать И попробовать Как Тормоза Тормозят Вот он Цилиндр Газелевское Сцепление Так И обратил Внимание Что Что то там Мокрое Ну я до этого Там старый Снимал Я там Разлил Жидкость Все Но что то Капает Капнуло Капля Раз Потом Два Я так Опа Туда Рукой Тормозуха Думаю Хрен его знает Чего так Ну и сам себе Думаю Наверное Кирюха Там не дал Цилиндр Наверное Была вот эта Вот штука Переходник Здесь то Резьба Чуть другая У трубочки Наверное Думаю Переходник Был не затянут Ну он Принес новый А он был Наживлен Не затянут Думаю Дай-ка я его Проверю Я взял ключ На 17 Аккуратненько Его так Стал подтягивать Я смотрю Он реально Не затянут И потом Он сделал Вот так Бум Вот он Вот он Вот он Вот он Он Сука Просто Отвалился Ну и немного Поискав Я нашел Еще один Такой же Самый Переходник Там один Был вообще Без резьбы Этот С резьбой Наполовину Ну то есть Я не знаю Как их делать Но я нашел Вот такой Вот более Старый Переходник Я новоделу В данном Вопросе Не доверяю Вот Мы сейчас Сюда Так сказать На ваших Глазах Почти что Онлайн Правда Видно плохо Я закрываю Руку и лампу Думаю Вы мне поверите Что я его Сюда Вкручиваю Так Их надо Затягивать Хорошо Ну то есть Как Ну Не трубой Конечно Не срывать Их Но Оно должно быть О Затянуто А то По всей видимости Когда Оно было Здесь Ну Собиралось Я так понимаю Что Кирюха Когда я его вставил Он его подтянул Ну нормально А когда я стал Трубочку Закручивать Оно его Как бы туда Продавило И Не то Обрезало Не то Что то В этом роде Так А здесь Это ключ на 12 Там трубочка Уже несколько раз Обжималась Но я думаю Что Это медь Медь не боится Так Где моя тормозуха Ну в общем Процесс онлайн Как прокачать тормоза Если ты один И не боишься Унылой команды Вот она Тормозуха Значит Ну что мы делаем Первое Уровень Ну вот я Заливаю туда Полный уровень Так Дальше Там попал Немножко воздух Но он уйдет Через одно колесо Тут два колеса Качать В принципе Не нужно Дальше Сзади Нащупываем Ниппель Ну я его не показываю Я думаю Все знаете Как выглядит Ниппель То есть Я его Немножко Откручиваю Ну где-то Чуть больше Чем пол оборота Ну почти до оборота Дальше Я использую Такую трубку Она должна Хорошо одеваться На ниппель Здесь был Такой еще Мелкий переходник Вот тут Мелкая трубочка была Но ее срывало Потому что Давление большое Ну и собственно Я одеваю Ее туда На ниппель Сейчас я покажу Что я там одел Значит тут У меня Корыца Ну в данном случае Ну вообще Лучше бутылочка Она просто Функции Функциональнее Так Значит Вот она система Вот все Надето сюда Вот Так Сейчас Дальше Дальше я Камеру надеваю На башню Прохожу к машине И Качаю И качаю В этот момент Главное Качать Не резко Не надо резко От того что вы резко будете Дергать по педали Оно будет только хуже Плавно То есть раз Вот Отпустил Чтобы цилиндр Чтобы цилиндр Заполнялся Пузыри Пузыри не пройдут При этом Важно Следить За уровнем Потому что Вот я сделал Несколько качков Уровень Существенно Уменьшился Надо его Долить Вот Потому что Ну Хапануть Воздуха Это Давай все Сначала Так И Смотрим Вот Уже там Почти что О А нет Еще Кое Какие Пузырёй Тусы Идут Ну Там Можно Немного Его Там Кстати Пузырьки Он может С этого Подсасывать Там же Вообще Это надо Делать Вдвоем То есть Один человек Следит За трубочкой Второй Качает Чтобы Не было Испорченного Телефона Так Ну Дальше По идее Нужно Я почему Говорю Что Нужно Вдвоем Делать По идее Дальше Что Один человек Который Качает Он Нажимает На тормоз И держит И когда Тормоз Нажат В этом Положении Затягивается Ниппель Ну Сейчас мы С Кирюхой Тут Кирюха Придет Мы Еще раз Его качнем Для того Чтобы Когда ты Отпускаешь Тормоз В этот момент И будешь Закручивать Чтобы Система Отсюда Не Хапанула Немножко Воздуха В данном Случа Это Уже Детали Вот Я Так же Вот эти Вот Ниппеля Не нужно Затягивать С каким-то Конским Усилием Они Могут Поломаться Это Не надо Никому Так Смотрим Вот я Здесь Протираю Вот Не забывайте Конечно Одевать Барабаны Потому что Без барабанов У вас Цилиндры Просто Все Повылетают Так Я Сажусь Вот Как я Говорил Ход У педали Вот Пожалуйста Ход Маленький Все И педаль Твердая Вот я Со всей силы Давлю Педаль Твердая Вот Ну конечно Это надо Вдвоем Показать Что Оно Клинит Мы проверяли Цилиндры Там ходят Ну что Оно И вот В то же время Пожалуйста Барабаны Крутятся Никто Не заклинил То есть Все В принципе Тут Колодки Подпиленные Побитые Но С тем Что в два раза Меньше Контур Стал Можно Конечно Заменить Но В данном Случае Так как Мы ехать Никуда На нем Не собираемся Я имею Именно Длительные Эксплуатации В принципе Хватит Тут его Что ему Еще надо Далее Далее Или Или вот По символике Так сказать Собственно Вот наши Награды Все Значит Более детально Гости Из-за Бугра Это Риж От Кирилла Присова И от Евгения Травникова Вот Риж От Кирилла Присова Риж От Евгения Травникова Соответственно Второй Третьей Степени Где Тут Наш Риж Вот он Наш Риж Ну в общем Это основной Дальше Гости Из Беларуси Лучшая Реставрация Монокубок Москвич Гости Из Москвы Самая Длинная Дорога Значит Это Стайлинг И комфорт Вот Технический Тюнинг Лучший Лучший Сток Ну вишь А это Приз Для Девочек Вот правильно Смотрите Вот с этой стороны Приз Для Девочек Ну в общем Для нас День москвича Начинается В 6 часов Утра Мы с вечера Все здесь Поставили Я уже Не снимал Мы тут Загрузили Все Необходимое Барахлище Вон Стульчики Ну и там Еще много Много Все как Барахла Вон Каниста С бензом Жесткий Сцеп Желтый Музло Сделали Это меня Просили Подъехать Пораньше То бишь Мы так Немножко Опоздали А вообще Меня просили Подъехать К 8 Сейчас 8-12 Ну и 12 минут Мы опоздали Че-то Нет Типа Никого нет Более Там Это каждый год Происходит Не Ну в прошлом году Мы приехали Где там кто-то Ну уже В прошлом году Да Позапрошлом Такая фигня Каждый год Блять Ребята Давайте Сука Соберемся Пораньше Давайте Соберемся Пораньше Все Охуенно Организованные Блять Причем Все живут В этом районе Это дедушка Блять Пиздует За сотню километров Нахуй сюда Ты масло Там включил? Подсоску Отвалилась клемма Опять? Одновременно Сейчас Один момент А! Да Вот она Сука Еще колесо У нас Приклинило Опять Переднее Левое Расскажи нам Что-нибудь про собак Хорошее Про собак Но я их ненавижу Вот эта хуйня Называется собака Это не хуйня Это высокотехнологичное изделие Это дедушка делал А почему Это называется собакой? Я без В душе Короче Не знаю То есть Ты делал Но ты не знаешь Что ты делаешь? Я вообще Я их называл Раньше Раскладушками Вот когда они на улице Стоят Раскладушки Раскладушки А потом Короче У нас был Такой Ну как Он у нас был А вообще Он есть Роман Александрович Технолог Он их почему-то Называл собаками Я от него перенял Он человек Пожилой Глубоко уважаемый Поэтому Не верить Не доверять ему Что это называется Собаками Смысла не было Правильно Это называется Штендер 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 От слова Штырит И тендер Паровозный Я говорю Вот так заводится Гоночная машина Вот так Вот так Включи здесь Я же не залезу сюда Ты же залезал Ну Я залезал Но не ехал Ну короче Что мы сейчас делаем Мы сейчас делаем Абсолютно Ничего Прекрасно И вообще ничего То есть Мы приехали раньше Никого не было Который сейчас Когда мы заехали Мы приехали 8-12 Мы были уже здесь А сейчас Который сейчас Сейчас 8-47 8-47 Ну мы считай 40 минут здесь стояли Так что мы Пару минутку заехали Это люкс Причем Вот это люкс Это люкс Люкс Вот с такими вот Вставками Не с ковролином Лишь с ковролином На полу Они с резиновыми ковриками Это все заводское А что они тогда В люкс-люкс Пихнули Например Тахометр Или он даже в люкс На самом деле Я не буду сейчас врать А то вот Женя снимает Потом скажет Дедушка долбоеб Вот здесь вот Вот эта штука Она показывает Много чего И по-моему Тахометр тоже Ты вот нажимаешь кнопочки И в зависимости от того Какую кнопочку ты нажал Эта фигня Показывает Чего-то там Ты хочешь сказать Совет-компьютер Многофункциональный Да-да-да Да-да-да Совершенно верно О-о-о-о Я не его точно не помню Был ли там Тахомер? Статья тебе не гроша Я немножко Сирану Когда он так сделает Гость из крематория Подтягиваются Сейчас он насыт маслом Там где он встанет Обязательно Потому что он Труп не успел приехать Ты же что-то испортил Труп несет с собой смерть и разрушение Ветер доносит трупный запах Хотя ветер с другой стороны Ты обняться хочешь со мной? Я это не сделал Твой серитик Я каждому здесь что-то должен Не, мне это ничего не должно Подождет Блядь, Паша Вот как так? Ты не успел, сука, приехать Уже что-то там сломал Блядь Рукожопы Привет Я понял Коля Варан сказал Вставай здесь И положил там удлинитель Ну с розеткой А это единственный удлинитель Я на нее наехал Я говорю Коля, а я что вижу справа Что у меня под колесом лежит Я сделал Часы Я сделал И они идут Все, четко показывают Была, знаешь, что Пружина лопнула Заводишь, как бы прокручивалась Я поменял пружину Все, с пробуксовкой Здесь не шиномонтаж Поменяй, пожалуйста Его, по-моему, не ставили никуда Оно просто заржавело Лежу в багажнике Да, потому что она 14-я У меня 13-е колеса У меня она лежала, как запаска Нет, один раз болты закручивались Краска все стерта Блин, как раз в Москвичи Нету запаски Да, да Жигулевский диск Потому что у меня 13-е колеса А это 14-е У него, наверное, свечи забросало Смотри, это унылый ремонт Кстати, это не он на Фортуне полуось топором заколачивал Там тоже был такой 40-й Да, 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 да Такого же цвета О, нормально Ну, видишь, все заводятся А ты сомневался Не, ну это реально претендент на медаль Риж Либо второй, либо третьей степени Еще и пока не знаю Ну, реально То есть Из того, что есть Это претендент Вроде бы, да Все Подпратываем Давайте в притык, чтобы там места побольше было Вдруг выехать Ну, а вдруг мы в багажник захотим кого-то погрызть Воткни его на Вот так Ништяки И вот у нас первый участник акции Идем, разместишь Акция наша называется Положи пару банок Супротека Под стекло на торпеду И вези их с собой Потом Домой Ну, или в гараж Где твой я? Вот он Слушай, ну у тебя как-то он повеселее выглядит Или мне кажется? Ну, закрыли все Супротек будем использовать Для автомобилей Москвич Которые немного старые Ну, вот сюда Рядом с участником Во Пару банок Где твой? Когда автомобиль Москвич Производил машину в 90-х годах? Ну, что особенно И была его Москвич Так, зачем создавал вопросов Москвич В 1975-го года Кто знает? Мотор я поменял Там вообще 408-й стоял Я собрал 1.6 Тоже Не накрученный ничего Нет, не мономах Кто еще? Разварки Ничего Я просто знаю Кто еще знает? Еще три человека Кто еще знает? Нет, он едет нормально Нет, ты знаешь Поршня легкие стоят Подходите по разу Кто ответил? БСЗ Давай Подходи подходи Нам нужны три человека Три человека Вроде ничего Ну, как он Юрий Долгорудь Круется больше, чем обычно Раз, два, три Первая команда У нас А я тут один, наверное Что? Я тут один, наверное Ты сболтал? Кто еще ответил? Ну, покажи Нет, подожди Закрой Никто не хочет участвовать? Что ты? А, гаечку Да, здесь два Еще один человек Вот туда На ту команду И с гайкой И с гайкой прямо туда Да? А я еду магнитной Такой кернии Отходят с ней Вот так вот Командуют им О, нормально Как рисовать этот москвич Они говорят ему куда? Будет грелищно Будет интересно Мертельные номер Это наши друзья Экстрим Команда Экстрим Которые Которые Мы выражаем благодарность За то, что они Все для нас делают Дорогие друзья Участники Пожалуйста Правильно, молодой человек Делайте Вот эти бумажки С москвичами Пожалуйста Поднесите Мне кажется В сцене Ставьте лайки И лайки Пожди Бутера Пошумим А что там Реально жратву Раздают А все Потом маслом Ополоснешь И сейчас Сочешь Все Теперь Маска Вообще Прямо Все будет валить Старф Зе Энджин Ух ты Он уже Начинает Валить О, заливи Простите Четко Да 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 Слушай Дружище Еще раз Как тебя зовут Павел 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 Вот Я плохо запоминаю имена Увы В общем Павел Подходовым Подходовой кликухой Люк Скайуокер Будет представлять Нашу Короче Гоночную Все В процессе Создания Ход Род На основе Москвича С заниженной Крышей То есть Все так положено Дверь Уженена Рама Такая Мощная На которую Надет Собственно Кузов Мне нравится Рулевая Тяга То есть Рулевая Тяга Вот он Наш Фаворит Гонщики Тяга Субтитры создавал DimaTorzok 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 не ожидал думал есть похуже но выбрали меня так судорожные спешки за две недели замена 4 мотор будет поменим перед питером и соответствующая подготовка поездки и соответственно коробка в пути улетела пришлось искать новую волочке нашли то есть она сама ты есть ни при чем пожалуйста расскажи мне как у тебя это получается ну это случайно получилось это мне племянница сказала я не помню какой год то был вот первый в один из первых демов которые вот да и в седьмом году и я поехал у прибалтийской тогда гостиницу и встречались тогда еще собиралась там машин наверное 20 может даже меньше вот ну и с тех пор каждый год я живут на одной машине 12 москвичина стоит хочу сказать спасибо всем организаторам всем вот ребятам которые тянут это дело потому что это на самом деле это кажется вот что это просто на самом деле это не просто это каждый год надо встречаться орг собрания проводить все это организовывать спасибо вам больше на форумах ругаться да спасибо тебе большое у нас есть для тебя приз я думал это змея такая гуси образно иди к нам держи это знаешь есть горловина для канистры мягкая расскажем как это получилось доехать выписывал грамоты поэтому собирался дальше замечательный человек которому лично я благодарен за то что благодаря ей я стал немного по-другому относиться к марке москвич не просто как такому трудяги и работяги как чему-то эстетическому как у тебя это получается что именно тут ну то что ты делаешь например вот твой видеоблог это так развлечения я стесняюсь говорить я не знаю что я в основном это делаю для всех и никого собственно так то не принуждаю я просто занимаюсь тем что мне нравится люблю совмещение даша спасибо тебе большое тебе вручается приз да это специально тебе большой приз спасибо тебе большое даша ну что ж на этом что надо надо вызвать меня на сцену надо вызвать у нас у нас есть специальный гость на да снимаю день травников человек который шарит моторах так как никто другой скажу это ему в лицо второй раз ты посещаешь наш праздник как тебе шикарно мне очень нравится такая атмосфера к сожалению мало таких солнечных именно солнечных не плане дней а именно праздников солнечных на нас такие движения от ретро и мы в этом году моя любимая номинация вообще ты лишь это немножко юмор немножко не юмор я сам просто вот из людей которые ездил и сейчас ездил на металлоломе это так можно сказать вот поэтому это для меня особая такая номинация и у нас есть еще две медальки лишь второй степени от евгения травникова томишь от меня и лишь третьей степени от кирилла плитова то есть так в дополнение но к сожалению все номинанты не все они которые разъехались я хотел очень вручить лишь александр расторгуеву в реставратором что-то уехал увы но есть ребята например москвич а 412 ох а такой форсерский сегодня он спринте ездил за рулем сидел люк скайуокер и его товарищ вот они стоят им я двоим я и хочу вручить эту награду лишь первое и второе степень это вы там сами между собой разделите откуда давали 10 на стану ты труду и стой и твой товарищ старый да ну что ты стесняешься ну ладно не мы не катаемся смотри вот держи лишь третьей и второй степени общем но таких сегодня не было пока все благодарю за внимание будете у нас в одессе заруливаете спасибо огромное евгений с тобой праздник становится интереснее что-то что-то и и в и и и и и Ничего нету, вылезай Субтитры сделал DimaTorzok 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 Даже если вот мы свет добавим сюда В основном с коробки Все это дело идет Движок Ну и там вот есть На маслофильтре Ну так чтобы там аж совсем Масло Текло я не могу сказать Но что то есть По крайней мере так чтобы оно капало Как раньше с плохой прокладкой не капает Так мне кажется это идет куда то сверху Ну коробка В общем Самые видите глушман На штаг теперь самый главный вопрос Ну амортизатор то не главный вопрос Он течет Значит тормозная система Цилиндры Ну вроде бы пока не потекло Ну я имею ввиду вот отсюда Ты смотришь Вроде бы сухо и ничего такого Чтоб там аж чего то там Просто совсем капец не течет То есть ну соответственно снизу Не накапало Ну вот с редуктора немножко масло По крайней мере В редукторе оно там есть Вот тут немножко Закапало сверху Субтитры создавал DimaTorzok Мама Звучит Звучит Субтитры создал DimaTorzok Звучит Звучит